Всем привет, это Павел Куксенко, я являюсь сооснователем и президентом Национальной Ассоциации Аукционных Брокеров. Вы на нашем канале, это рубрика «Юрист на час». В этом видео, друзья, разберем наболевшую тему, пожалуй, когда нужно жаловаться в СРО на действия бездействия арбитражного управляющего. Сегодня разберем наиболее частую ситуацию, когда эти действия нужно и можно обжаловать. У нас с вами есть такой пункт, который называется пункт 9 статьи 110 Федерального закона о банкротстве, коллеги. Очень часто наши братья-брокеры этот пункт закона игнорируют и не пользуются им. Хотя, по большому счету, во взаимодействии с арбитражным управляющим достаточно этого маленького пункта знать его, ну пусть и не наизусть, а хотя бы его содержание и общий смысл, и у вас будет гораздо больше козырей в кармане. Организатор торгов обязан обеспечить возможность ознакомления с подлежащим продаже на торгах имуществом должника и имеющимся в отношении этого имущества правоустанавливающими документами, в том числе путем осмотра, фотографирования указанного имущества и копирования указанных правоустанавливающих документов, уважаемые коллеги. Данный пункт закона введен 23 июня 2016 года, уважаемые соратники, поэтому данный пункт появился буквально 3 года назад и, возможно, многие просто ленятся туда заглянуть. Я же пользуюсь этим пунктом достаточно часто. Почему? Потому что, когда мы приезжаем на осмотр любого объекта, нам начинают запрещать делать фото, видеофиксацию, прикрываясь какими-то запретами, какими-то законами и так далее. Но очень часто это рассчитано на незнание закона и недавно у наших соратников была ситуация, когда арбитражная управляющая, это женщина, она отказала, точнее даже запретила фотографировать спецтехнику, обосновывая это требованием закона. На что наш соратник сказал, что, уважаемые, вы знаете, что пункт 9 статьи 110 говорит совершенно об ином, что как раз таки вы обязаны предоставить данную возможность и не вправе меня ограничивать в этом. Арбитражная управляющая, как ни парадоксально, полезла в телефон, стала искать данный пункт, нашла его и после этого, конечно же, сказала, да, давай фоткай, снимай на видео, что там тебе нужно делать, только давай скорее закончим этот балаган. Так вот, уважаемые коллеги, в нашей стране, к сожалению, а может быть к счастью, грамотных людей не очень-то любят, особенно те, кто работают с законом. Очень часто мы можем встретить такую фразу, как «Ой, грамотные все стали». Друзья, ну что ж, могу здесь только позавидовать тем людям, которые в век информации, когда все открыто и доступно, не пользуются этими возможностями, люди очень часто игнорируют это и в какой-то патовой ситуации ничего не могут противопоставить тем людям, которые пытаются проехаться на нашей шее. Также, друзья, очень часто бывают ситуации, когда мы приезжаем на осмотр объекта, речь идет о спецтехнике, к примеру, да, о какой-то технике в принципе, и нам запрещают заводить данную технику, удостоверяться в ее техническом рабочем состоянии и так далее, прикрываясь тем, что я материально ответственный, вы сейчас заведете, здесь все взорвется и так далее. Доля логики в этом есть, поскольку арбитражный управляющий является материально ответственным, и он отвечает за сохранность этого имущества. Но если следовать логике и смыслу пункта 9 ст. 110, я, и это мое оценочное суждение, делаю вывод такой, что полным осмотром и ознакомлением с имуществом является в том числе моя уверенность в том, что данная техника является трудоспособной, она на ходу и она работает. Поэтому полным осмотром, я считаю, как участник торгов, и для принятия участия в такой процедуре, в торговой процедуре, мне необходимо понимать полное содержание этого имущества. Равно когда арбитражный управляющий запрещает мне заводить ту или иную технику, смотреть, как она работает, как она жужжит, какой у нее выхлоп, как у нее работает мотор, работает ли он вообще и так далее. В данном случае, уважаемые соратники, я считаю, что пункт 9 прямо указывает на то, что арбитражный управляющий нарушает данный пункт. Поэтому пользуйтесь этими знаниями, не отступайте назад. И знаете, есть такая классная фраза, она мне очень-очень нравится. Мне нравится, когда люди говорят, ты заслуживаешь того, о чем смог договориться. Поэтому это золотое правило, пусть живет с вами. С вами был Павел Куксенко, следите за нашим каналом, пользуйтесь нашими знаниями. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok